Актуальный микрофон Наталья Александровна, вы заместитель председателя Конституционного суда. Вы работали все это время в Конституционной комиссии. То есть практически, я думаю, что год уже в этом статусе, а еще больше времени вы, работая в Конституционной суде, занимались подготовкой изменений в Конституцию. Скажите, какая основная цель изменений основного закона? Вы абсолютно правы, Дмитрий. Я действительно работала в составе Конституционной комиссии. И работа над изменениями Конституции, она началась еще за несколько лет до этого, когда глава государства на встрече с судьями Конституционного суда еще в 2016 году определил необходимость подумать о возможных направлениях Конституционных преобразований, которые бы отвечали на те изменения в общественно-политическом развитии, как внутри государства, так и за рубежом, а также с учетом накопленного опыта развития нашего государства, опыта проведения самостоятельной внутренней и внешней политики, высоких социальных достижений в развитии нашей социальной сферы, правовой системы. Все, что было определено за годы нашей независимости. То есть проект, разработанный изменений в Конституцию, это не только ответ на события 2020 года? Ни в коем случае. Проект изменений в Конституции, он фактически, чем он характерен? Я хотела бы сказать, что в 21 веке вообще очень многие государства вносили изменения в свои Конституции. Это более 50 государств мира. Был принят ряд новых Конституций. Почему? Потому что наше время характеризуется такой достаточностью, стремительностью преобразований в различных сферах жизни. И это связано не только с развитием в науке и технике, но наше общество усложняется. В силу того, что информация сегодня доступна каждому гражданину, поэтому каждый гражданин, каждый человек хочет быть активным участником различных политических процессов, в том числе и процессов формирования основных положений нашего самого главного общественного договора, это Конституция. В связи с этим хотелось бы вас спросить, это ведь коллективный труд и огромное количество было предложений. Люди и сегодня продолжают звонить нам в студию. Я знаю, сколько было писем, комментариев на различных, на правом портале. Действительно ли каждое предложение было изучено и в какой степени вот эта коллективная работа нашего общества изменила тот проект, который был подготовлен Конституционной комиссией? Ну, как член Конституционной комиссии я хочу выразить огромное уважение и благодарность всем нашим активным гражданам, которые очень внимательно отнеслись вот к тем наработкам, к тем предложениям, к внесению своих предложений по изменению Конституционного текста. Ведь если первоначально задача ставилась, в общем-то, в определенной мере усовершенствовать нашу систему политической власти, вот когда глава государства, давая старт Конституционной реформе, определил ряд ее основных задач, в том числе при распределении полномочий между органами государственной власти, внесения в Конституцию изменений, отвечающие требованиям времени, развития науки. Но вот благодаря предложениям граждан, которых было внесено действительно огромное количество, на всех стадиях разработки Конституционных изменений, это как еще до начала работы Конституционной комиссии, так и в период ее работы, а также уже после того, как проект конкретных изменений Конституции был вынесен для всенародного обсуждения, граждане очень активно и очень ответственно отнеслись к тому, чтобы именно свои какие-то предложения внести. И в результате получилось, что у нас более 80 статей Конституции, по сути дела, уточняются. И вот эти уточнения, они именно отвечают сегодняшним запросам нашего общества, которые как раз были выявлены именно благодаря вот такой высокой активности наших граждан. Мы, конечно, не сможем прокомментировать все 80 статей, которые изменены. Тем не менее, на ваш взгляд, какие изменения Конституции наиболее принципиальные? Ну, я, во-первых, наверное, не ошибусь, если скажу, что каждый гражданин Республики Беларусь найдет в изменениях Конституции то, что конкретно отвечает его самым важным глубинным интересам. Потому что эти изменения внесены по целому ряду направлений. Изменения Конституции, во-первых, и укрепляют гарантии социальных прав наших граждан. Что касается их права на труд, на образование, реализацию семейных отношений, укрепления равенства наших граждан, в том числе лиц, например, с ограниченными возможностями инвалидов, на участие в общественной жизни. Во-вторых, граждане, конечно, очень активно вносили предложения, касающиеся формирования наших государственных органов. Активно вносили предложения, касающиеся совершенствования, например, избирательной системы. И на основании этих предложений также был внесен ряд поправок, предложен ряд поправок в нашу Конституцию. Это что касается, например, и деятельности политических партий, их роли, укрепления их роли, права граждан на участие в общественных объединениях, запрета иностранного финансирования политических партий, необходимости реализации партиями деятельности, которая бы укрепляла права и свободы граждан. Кроме того, следующее направление, которое также, безусловно, касается каждого нашего гражданина, это конституционные гарантии защиты их частной жизни, защиты их личности в эпоху развития информационных технологий, права граждан на охрану здоровья и, конечно же, ответа на те актуальные общественные запросы, которые сегодня есть в обществе. Это, например, что касается безопасности использования атомной энергии, либо необходимости каждым своим ответственным участием в общих общественных отношениях вносить посильный вклад в укрепление и развитие нашего общества. И, конечно, у каждого гражданина касается укрепления гарантий судебной защиты их прав, в том числе предоставление, впервые в Республике Беларусь у нас, в нашей правовой системе, предоставление и право им на прямой доступ в Конституционный суд за защитой своих конституционных прав и свобод и ряд других новаций. Но все эти вопросы как раз на предыдущих этапах в большей степени обсуждались. И я хочу отметить, что на заключительном этапе с ростом, вот в результате, наверное, вот этой проведенной всей работы, с участием наших граждан в подготовке конституционных изменений, с учетом того, что сегодня происходит и вокруг, вообще в мире, наши граждане стали особое внимание уделять нормам Конституции, которые гарантируют суверенитет и независимость нашей страны. И уже вот на этих этапах также был внесен ряд уточнений, предложен ряд уточнений в положение нашей Конституции, которые касаются сохранения нашей национальной самобытности и суверенитета, устоев социально справедливого общества, сохранения нашей исторической памяти. Вот все то, что сегодня характеризует нашу нацию, которая прошла уже определенный период развития, 30 лет, да, более 30 лет уже с момента провозглашения государственной независимости. И когда мы вначале, вот принимая нашу Конституцию в 1994 году, мы стремились, конечно, показать, что мы полноправный субъект мирового сообщества, и мы в первую очередь признаем общечеловеческие ценности, и мы закрепляем их в Конституцию. То вот на нынешнем этапе очень характерно, что мы осознали, а каковы наши исконные исторические ценности, чтобы наша Конституция была реально дышащим документом и отразила именно нашу белорусскую историю развития, именно вот основы нашей национальной идентичности, для того, чтобы она стала правовой основой для жизни наших детей, построения нашего будущего. Вы могли бы привести пример, как конкретно Конституция отражает вопросы сохранения национальной самобытности? Ну вот, например, положение о сохранении национальной самобытности и суверенитета закрепляется в преамбуле Конституции. Преамбула — это такая самая начальная, вступительная часть Конституции, в которой она есть практически во всех Конституциях мира, в которых закрепляются именно вот базовые для данного конкретного общества самые такие основополагающие устои вот этого конкретного общества, народа, который провозглашает свою государственность, и вот эта государственность именно строится вот на этих основополагающих положениях. А вот что еще в нашей Конституции, вот если бы юрист, например, из другой страны, ему не говорили, что это белорусская Конституция, да, он понял, что вот этот основной закон выделяется среди других? — Ну, наверное, положение, касающееся, например, сохранения исторической памяти народа. То есть, действительно, Конституция, опять же, это уникальные документы, мы сегодня об этом вот сейчас с вами говорим. То есть это не просто документ правовой, который содержит нормы права, является источником норм права, но Конституция также отражает и исторический путь формирования и развития конкретного народа. И вот как раз наша Конституция вот на данном этапе, благодаря именно предложениям граждан, включила в себя нормы о том, что каждый должен своей деятельностью сохранять историческую память народа, и государство способствует сохранению исторической памяти народа. Вот, например, для конкретного гражданина эта память о том, что пришлось преодолеть нашим отцам и детам, чтобы мы могли жить в независимом белорусском государстве, укрепляя его для наших потомков. И поэтому сохранение, оберегание исторической памяти, как осознало наше общество, является долгом наших современников, для того, чтобы мы могли передать ее нашим детям вместе с нашей белорусской государственностью. Давайте по несколько вопросов мы возьмем, которые вызывали дискуссию. В частности, сроки полномочий президента, разные были предложения, ограничивать либо нет, распространять эти нормы надействующего президента, либо они будут касаться только тех людей, которые в дальнейшем будут избраны на этот пост. Ну, действительно, вы затронули вопрос, который, в принципе, вызвал достаточно активную дискуссию. И я хочу сказать, что как раз наши граждане, они, в общем-то, как раз, вот особенно на заключительных этапах, когда уже шло обсуждение конкретных изменений в Конституцию, как раз в большинстве предлагали исключить как раз из поправок в Конституцию вот эту норму о двух сроках президента. А, кстати, вопросы слушатели задают вот сегодня именно по этой статье. Да, очень многие граждане по этим вопросам, в общем-то, обращались. И поэтому вопрос наших уважаемых радиослушателей, действительно, он такой актуальный для общества. Я вот, мое мнение, я полагаю, что, внося предложение все-таки исключить эти два срока, наши граждане исходят из доверия действующему главе государства. То есть они желают сохранения, продолжения той линии в защите их социальных прав, в реализации гарантий, защиты независимости нашего государства на будущее. Но хочу обратить внимание, уважаемых радиослушателей, все-таки такие нормы, фактически на сегодняшний день, являются инициативой главы государства, который неоднократно подчеркивал, что Конституция – это документ будущих поколений. И поэтому, по сути дела, необходимо нам сделать все, чтобы влияние какой-то определенной личности не оказывало какого-то воздействия, препятствующего дальнейшему развитию нашего государства. И это вообще мировая тенденция. Наталья Александровна, мы уже говорили про, начали обсуждать тему сроков полномочий президента. Еще один дискуссионный вопрос. К нам тоже многие слушатели звонили и его задавали. Все-таки приоритет норм международного права, либо национального. Спасибо, уважаемые радиослушатели, за этот вопрос. Действительно, сегодня тоже это очень актуальный вопрос. Потому что мы осознаем, что для нас очень важен наш внутренний правопорядок, необходимость обеспечения конституционных прав и свобод наших граждан. И такое обеспечение должно осуществляться на всех уровнях, в том числе и в международных отношениях. И действительно, наши граждане, в том числе на заключительных этапах подготовки изменений в Конституции, активно подняли вопрос о том, что необходимо закрепить в положениях Конституции приоритет норм национального права перед международным, например. Но действительно, это очень такое актуальное значение имеет, имела бы такая добавка. Но я хочу обратить внимание, что в положениях статьи 8 Конституции у нас закреплен приоритет принципов и норм, принципов международного права. Что касается норм международного права, то во главе всей системы норм, действующих на территории Республики Беларусь, находится наша Конституция. И действительно, в ряде зарубежных государств, особенно когда в рамках развития отношений между государствами, когда был образован, например, Европейский Союз, периодически возникал вопрос о приоритете, например, норм права ЕС над национальным правом. И сейчас суды велись на эту тему? Абсолютно точно. И вот как раз на этот вопрос уполномочен дать ответ Конституционный суд. И, кстати, для такого ответа у него будет еще больше правовых возможностей, поскольку расширяется полномочия Конституционного суда, которая позволит ему реализовывать в том числе и в этом плане правомочия. И что касается мировой практики, действительно, Конституционные суды многих стран принимают решения, которые гласят, что верховенство норм международного права не применяется во внутреннем правопорядке конституционно-правовым нормам. Такой же подход к функционированию нашей правовой системы действует и в нашем государстве. Поэтому этот приоритет норм международного права, норм конституционного права, значит, именно в части обеспечения прав и свобод граждан, он остается неизменным, соблюдается и будет и впредь обеспечиваться и защищаться в том числе Конституционным судом. Очень объемный вопрос, но попытаемся кратко на него ответить. Перераспределение полномочий органов власти и сам принцип разделения властей, он сохраняется? Ну, перераспределение полномочий государственной власти, это была одна из целей проведения конституционных преобразований для того, чтобы повысить эффективность деятельности наших государственных органов, нашего парламента, правительства и, конечно же, укрепить эффективность, независимая действенность нашей судебной системы. И, в общем-то, мы все на сегодняшний день и вообще за последние, особенно, десятилетия в обществе уже, конечно, сформировался консенсус относительно решающей роли государственного управления в экономическом и социальном развитии государства. И для того, чтобы эту свою роль полноценно могли наши государственные органы в меняющихся условиях исполнять, вот определенное перераспределение осуществлено. В частности, значит, во-первых, остается неизменным действие принципа разделения властей, которое закреплено в статье 6 нашей Конституции. То есть система государственных органов, принципы их взаимодействия, их самостоятельности в пределах их полномочий, а речь идет об органах законодательной, исполнительной и судебной власти, остается неизменным. И этот принцип еще более укрепляется именно созданием Всебелорусского народного собрания. Вот наши уважаемые радиослушатели задают ряд вопросов о месте Всебелорусского народного собрания в этой системе, значит, его основных полномочиях. Ну, во-первых, я хочу обратить внимание, что у нас роль Всебелорусского народного собрания состоит в том, чтобы политическим путем в рамках правовых механизмов разрешать те разногласия, которые будут затрагивать значительную часть общества. Вы полагаете, они будут эти разногласия? Я думаю, в процессе развития и источником развития как раз являются определенные моменты, когда надо принять определяющие для этого развития решения. И вот как раз к компетенции Всебелорусского народного собрания отнесено, например, утверждение основных направлений внутренней и внешней политики, основных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь, решение важнейших вопросов, например, в НС может предлагать изменения в Конституцию. И очень важно, что, исходя из запроса общества, компетенция в НС отнесено в формирование Центральной избирательной комиссии, Верховного суда и Конституционного судов. Такие глобальные решения государственные, да? Абсолютно точно. Глобальные государственные решения, которые именно призваны повысить легитимность этих решений. Потому что, если мы обратимся к мировой практике, мы видим, что сегодня на самом деле, да, существует законодательная, исполнительная власть, но определяющее влияние, как уже сегодня признается во всем мире, на конкретные решения оказывает определенные политические силы. Например, в парламенте это могут быть партии, либо какие-то группы лоббирования и так далее. Конечно, они какие-то определенные интересы преследуют. Вот что касается Всебелорусского народного собрания, то широта его формирования с участием представителей законодательной власти, исполнительной, судебной, широким представительством гражданского общества, представительством органов местного самоуправления. То есть они будут на основе консенсуса как раз обсуждать откровенно вот эти важнейшие вопросы, концептуальные, кардинальные, и принимать соответствующие решения уже. Наталья Александровна, давайте мы несколько вопросов слушателям зададим. Да, пожалуйста, Наталья Александровна, спасибо, что вы ответили на этот вопрос по поводу ВНС, поскольку очень много было звонков именно на эту тему. Вот вопрос интересный. После проведения республиканского референдума, какая работа дальше предстоит Конституционному суду по Конституции? Или это уже все? Огромное я благодарю уважаемого радиослушателя за данный вопрос, потому что это действительно вопрос имеет очень актуальное значение. Конечно, вот те преобразования, которые предусмотрены конституционными изменениями, они, конечно, ни в коем случае не носят кардинального характера. Они направлены на обеспечение стабильного эволюционного развития Беларуси. Но, тем не менее, все-таки они определенным образом меняют, например, и полномочия парламента. Парламент у нас становится единственным законодательным органом. Исключается, например, из Конституции право президента издавать декреты. Закрепляются нормы в Конституции о том, что закон находится, ну, конечно, Конституция на первом месте в правовой иерархии, и далее идет закон, а в том числе указы президента, постановления правительства, другие нормативные права и акты должны соответствовать законам. Кроме того, меняется порядок назначения, согласование назначения ряда должностных лиц. Я уже говорила о том, что существенно расширяется компетенция Конституционного суда, например, в части доступа граждан к Конституционному правосудию, обращение судов в Конституционный суд с приюдициальным запросом, то есть если суд, например, рассматривая конкретное дело, у него возникает сомнение в соответствии с нормативно-правовым актом Конституции, появляются механизмы решения этих вопросов и другие изменения. То есть они, конечно же, все эти изменения, они развивают те конституционные положения и, в общем-то, те подходы и государственно-правовые механизмы, которые у нас действуют. Но все-таки эти изменения являются существенными. И, конечно, поэтому дан достаточно большой такой период законодателю два года для того, чтобы подготовить конкретные законы в развитии конституционных норм. То есть как должны действовать эти механизмы. То есть надо все очень внимательно продумать, обеспечить и довести, опять же, чтобы мы опять могли вместе с уважаемыми нашими гражданами. И, кстати, в основу норм соответствующих законов будут также положены подходы, которые и сегодня поступают нам в обращение граждан. То есть граждане, осознав себя полноправным участником формирования и развития нашей конституционной системы, вносят много очень дельных и правильных предложений, касающихся уже реализации конституционных новаций. И они все внимательно учитываются и берутся на вооружение. И, конечно же, также будут учитываться при подготовке соответствующих законов. То есть эти законы будут определять механизмы реализации вот этих конституционных норм. Вот в том числе и о Всебелорусском народном собрании планируется принятие закона, но в течение года для того, чтобы мог функционировать этот механизм, чтобы полномочия, очень важные и существенные Всебелорусского народного собрания, реализовывались на строго законодательной основе. Это очень большая отдельная тема, и длительная работа ожидает наших. То есть без работы вы не останетесь, уже однозначно видно. Мы все должны активно участвовать в этой работе. По поводу обращения граждан был вопрос от слушателя. Значит, можно обратиться в конституционный суд напрямую. Так? И вопрос такой. Каков механизм обращения? Какие вопросы можно? Ну, не пойдет же он к вам в суд с бытовыми вопросами? Ну, да. Если, вот, уважаемые наши граждане, значит, соответствующий механизм уже частично заложен в нормах Конституции. Если вы обратитесь к нормам статьи 116 прим, которые дополняется наша Конституция, там определено, что Конституционный суд принимает решение по запросам граждан на нарушение их конституционным прав и свобод. Вот они так полагают, что есть нарушение законом, именно законом. Потому что у нас, я сказала, закон сегодня будет лежать в основе правового регулирования всех общественных отношений, и который применен в каком-то конкретном деле. А в деле он может быть каком применен? Например, каким-то должностным лицом. Он там обратился в местный совет, либо в другой какой-то орган. И был вот решен его вопрос, но гражданин этим недоволен. После этого у нас существует механизм судебной защиты. То есть гражданин, конечно же, пользуется своим правом на судебную защиту в органах, в судах общей юрисдикции и обращается в соответствии с гражданским провинциальным кодексом, либо вот в ином установленном законном порядке. И обжалует там вот это решение. И если он, пройдя стадии этой судебной защиты, все-таки сомневается в том, что и считает, что вот принято решение вроде бы на основе закона, но сам этот закон, вот по мнению гражданина, он не соответствует Конституции. Вот он тогда будет иметь право обратиться в Конституционный суд. И при соблюдении, опять же, вот, ну, он должен будет указать, конечно, не только свои персональные данные, но и в чем состоят его сомнения в конституционности закона. Он, конечно, должен как-то обосновать свою позицию. Вот, то есть, исходя из своей какой-то практической ситуации, а любой закон проверяется на практике, выявляются его какие-то недостатки, и Конституционный суд примет к рассмотрению его обращения. Запрет иностранного финансирования партии. Чье это предложение? И в Конституциях других стран есть такая норма? Да, уважаемые радиослушатели, опять же, ваш вопрос. Вы поднимаете тот, который действительно тоже, ну, очень много обсуждался. И в том числе много граждан вот по этому вопросу к нам обращались. И как раз на основании предложений граждан мы обратили внимание, и очень правильно обратили на эту норму. Значит, мы же с вами в начале нашей передачи говорили, что одним из целей Конституции является ответ на внешние условия функционирования нашего государства. И вот как раз во многих Конституциях, многих стран мира, вот эти нормы о запрете иностранного финансирования не только политических партий, но и должностных лиц ведущих. Да, например, президента, вот эта норма тоже дополняется, наш проект Конституции, чтобы исключить какое-либо влияние иностранных субъектов на внутренние процессы нашего развития. Чтобы, например, партии, они, в общем-то, и, например, должностные лица руководствуются интересами нашего народа, нашего государства. И, в принципе, это один из элементов гарантирования как раз суверенитета нашего государства. Вопрос, который касается каждого из нас, что изменяется в Конституционном статусе граждан? Новые права, обязанности, либо какой-то иной взгляд член Конституционной комиссии, опять же, с помощью обращений граждан, нашли на решение этих тем. Ну, с развитием нашего государства вообще понимание прав человека и перечень этих прав, конечно же, постоянно расширяется. И такая тенденция, она сейчас имеет место во всем мире. То есть, если Конституция, я говорила, 1994 года, она отражала во многом такие общепризнанные мировые подходы к закреплению правового статуса гражданина, то сегодня наша Конституция наполняется нормами, которые актуальны именно для нашего сегодняшнего дня. То есть, во-первых, что меняется? Во-первых, укрепляются гражданские права личности. Это в том числе норма, которая касается основ нашего Конституционного строя, о том, что политические партии, другие общественные объединения призваны способствовать, содействовать реализации в защите прав и свобод граждан. И, по сути дела, это очень такой важный будет механизм реализации ими своих прав. Кроме того, закрепляется право граждан для реализации своих экономических, социальных и иных интересов, их право на создание политических партий и других общественных объединений. Ну и, конечно же, здесь и иные механизмы, о которых вот в части политических прав можно говорить. Кроме того, например, исключается запрет на участие в выборах лиц, в отношении которых избрана мера пересечения содержания под стражей. Но важно, конечно, что существенно дополняются личные, а также экономические, социальные и культурные права наших граждан. Я уже говорила о запрете вмешательства в частную жизнь, создании государством условий для защиты персональных данных граждан. Важно также, что в Конституции устанавливается, что государство проявляет особую заботу об инвалидах и пожилых людях, которые, конечно, нуждаются в такой заботе, осуществляют политику их социальной интеграции, создание доступной среды для абсолютно равного участия ими в реализации всего комплекса конституционных прав и свобод. Наталья Александровна, вот вы коснулись темы выборов, да? Обсуждался ли вопрос о том, что голосовать могут не с 18 лет, но и раньше? Ну, конечно, мы даже помним такую дискуссию, которая летом прошла, и вот как-то наши средства массовой информации, интернет активно включились. Вот именно почему-то возраст голосования, ну, такую достаточно оживленную дискуссию вызвал в обществе. Хорошо, почему осталось 18 лет? Потому что осталось 18 лет, потому что все-таки, ну, в нашем обществе есть особое такое признание, что лицо, которое реализует свои гражданские права, оно должно достигнуть определенной степени такой гражданской зрелости, ответственно относиться, например, к своему праву голосовать. А вот во многих странах действительно, например, возраст такого активного избирательного права, то есть право голосовать, он даже снижается до 16 лет, например. Но у нас все-таки в ходе обсуждения было принято нормы, вот данные оставить, значит, право активного избирательного права с 18 лет, а для избрания на соответствующие государственные должности, но вы знаете, что скорректирована только норма в отношении занятия поста главы государства. То есть, опять же, такое у нас существует в обществе признание, что человек все-таки для того, чтобы управлять государством, и тем более в непростой такой период, когда в определенной мере сейчас очень много вызовов существует, на которые надо реагировать, вот так, как сегодня наше государство действует. Вот, поэтому все-таки принято решение, что вот такая степень зрелости оправдана будет увеличить возраст для занятия посты государства, главы государства до 40 лет. Хотя бы один вопрос еще спереди. Да, Наталья Александровна, благодаря вас за участие в нашей программе, очень много вопросов. Спасибо за вопросы, уважаемые родители. Вот Ольга Ивановна из Минска позвонила и говорит, да, государство несет огромную ответственность перед своим гражданином, А есть ли в Конституции статья, где ответственность перед государством несет и сам человек, сам гражданин страны? Безусловно. Дело в том, что реализация прав и свобод гражданина, она, безусловно, связана с исполнением их своих обязанностей. Потому что, ну, как мы понимаем, не бывает прав без обязанностей, и в полной мере это касается каждого человека. Но такие обязанности закреплены, конечно, в отношении таких наиболее существенных, общезначимых интересов. То есть, например, Конституция дополняется, во-первых, нормой. Значит, у нас раньше была норма, и действует в нашей Конституции норма, все мы ее неуклонно исполняем. Например, беречь природную среду. Сегодня она дополняется также обязанностью и долгом каждого бережно относиться к расходованию природных ресурсов. Мы понимаем значимость этой нормы. К обязанностям граждан также относится сохранение исторической памяти нашего государства. Это гражданский долг каждого. То есть, являясь гражданином конкретной страны, и, в общем-то, желая своей стране процветания, конечно, мы должны быть патриотами. Для того, чтобы своими усилиями, вы абсолютно правы, конечно, только можно своим таким положительным участием в развитии этого государства приносить благо своей стране. Ну и, конечно, вот эта норма, которая, опять же, в обществе, в общем-то, была определенная дискуссия в части того, что каждый должен своим ответственным участием, своим трудом или иными формами общественно-полезной деятельности вносить посильный вклад в развитие государства и общества. Ну, я хочу сказать, что вот эта конструкция, она включена в Конституцию на основании современного понимания конструкции социального государства. И этот подход поддержан гражданами, потому что он базируется на традиционном для нашего народа уважительном отношении к человеку, который трудится своими какими-то доступными ему формами деятельности, в том числе способствует вот нашему общему благу. И я хочу сказать, что, в общем-то, здесь это ни в коем случае не означает, например, закрепление обязанности трудиться либо каких-то таких вот требований особых гражданину, потому что, ну, это право каждого. Но вместе с тем, вот, соответствующие нормы можем найти во многих конституциях. Например, в Конституции Италии есть похожая норма. Италия – демократическая республика, основанная на труде. Обязанность трудиться как раз, вот она так или иначе установлена в Конституциях Франции, Японии, указана на необходимость вносить свой вклад в общество, в обогащение общества в Конституциях Швейцарии, Венгрии. Ну, то есть, по сути дела, в общем-то, каждый из нас, то есть, что мы хотели вот с вами вместе, уважаемые наши радиослушатели и наши уважаемые граждане, которые вот совместно с нами трудились вот все это время в формировании конституционных поправок. Мы хотели сказать, что мы уважаем, в общем-то, вклад в каждого в построение и созидание нашего белорусского демократического социального государства. Вот мы столько перечислили сегодня изменений, а что же остается незыбливым в действующей Конституции? Потому что мы ведь не говорим, что это новая Конституция, это изменения и дополнения. Ну, в Конституции, по сути дела, незыблемым остается провозглашение и функционирование нашего государства как демократического, социального и правового. И все вот эти основы нашего общества и государства, они остаются неизменными, они находят развитие в положениях Конституции. Как правовое государство, у нас в Конституции провозглашен принцип верховенства права, мы уточняем, соотношение нормативных правых актов в государстве. В части, например, демократического государства неизменным остается не народовластие, изменениями в Конституции укрепляются демократические основы народовластия, создаются дополнительные механизмы участия в граждан, в построении нашего государства, в участие в управлении нашим государством. Как социальное государство, опять же, неизменны подходы, и я хочу сказать, вот все на протяжении всех лет развития нашего государства, это было такое определяющее красной нитью функционирование нашего государства, как социального, помощь всем, кто в этом нуждается, семьям с детьми. И вот нормы об оказании государством помощи семьям с детьми, я хочу обратить внимание не только, например, многодетным семьям, либо семьям, где есть дети-инвалиды, которым, конечно же, нужно оказывать всяческую помощь не только на уровне государства, но мы все тоже должны в этом участвовать, но и вообще семьям с детьми, оказание государством содействия в формировании потенциала и реализации потенциала нашей молодежи. И неизменными, конечно, остаются устои нашей государственно-правовой системы, функционирование принципа разделения властей, глава государства во главе государства, как символ нашего государства и символ единства нашего народа, который обеспечивает реализацию конституционных положений, реализацию прав и свобод граждан. Все это в своей основе, вот эта вся политическая линия государства, благодаря которой мы, в общем-то, достигли и определенных успехов в нашем развитии, конечно, она остается неизменной. Спасибо, Анталия Александровна. Вопрос Елене. Пожалуйста. Наши слушатели высказывали свои отношения сегодня, те, кто звонил в студию по поводу референдума. Да, высказывали, конечно. Приняли они решение. Вот несколько слушателей позвонили, сказали, прочитал только преамбулу Конституции и понял, что надо идти голосовать. Благодарю вас. Почему участие в референдуме важно для каждого гражданина? Уважаемые граждане, поправки в Конституцию, они направлены на укрепление демократических социальных основ нашего демократического социального правового государства. Этими поправками укрепляются гарантии независимости и суверенитета нашего государства, а что, в свою очередь, гарантирует реализацию прав граждан, ведь только государство способно и заинтересовано в том, чтобы в полной мере обеспечить достойный статус нашего гражданина. И все, кто разделяет эти ценности, суверенитет, независимость нашего государства, права и свободы, развитие нашей правовой системы в направлении укрепления принципа верховенства права, укрепления демократических основ нашего государства, я уверена, придут и выразят свою волю на общереспубликанском референдуме. Большое вам спасибо. Сегодня у нашей студии была наместник, старшине Конституционного суда Наталья Карпович.